Мы продолжаем с помощью сегодняшнего перевода комментариев Шуха Наруха. Мы дошли до главы Тавкувца Дизайн, 597 глава. Насчет еды в Рошашану и вопросов, можно ли поститься в Рошашану и подобные вопросы. Так что с молитвами закончили. В Рошашану нужно есть, пить, веселиться, но нельзя поститься в Рошашану. Также в субботу раскаяние. Почему это он здесь пишет? Он уже в принципе написал, что в субботу и в Йом-то нельзя никогда поститься. Но все дело в том, что по отношению к Рошашане и по отношению к субботе раскаяния, именно к этой субботе на неделю, на неделе между Рошашаном и Кипуром, был такой обычай поститься. То есть был обычай во время Гаониума некоторых поститься именно в эти дни. Они постились, поэтому он пишет, что у нас, Хаваха, что нельзя поститься. Если мы спросим, как можно поститься в Йом-то и в субботу, то это не так удивительно, потому что в Санто-Йом-Кипур мы постимся, хотя это Йом-то и даже сам падает на субботу. Ну, в этом году Йом-кипур попадет на субботу и мы будем поститься. Кажется, в следующем году тоже. В таком случае, само по себе, то, что в некоторые субботы можно поститься, если это часть раскаяния и приходится это делать, то они, видимо, думали, что так же относятся и к субботе раскаяния и к Рошашане. Хотя это Йом-то, но как часть раскаяния можно поститься. Не обязанность поститься, тоже не говорит, что винит им это шотэйхэн, как в случае Йом-ки-пура, но тем не менее, что стоит поститься. Но у нас Хаваха не такая. Кстати, есть Псуким в Эзри-Нехэми, это одна книга, согласно Хазаль, там описывается период времени, начало второго храма, и там мифу рожгается про эти дни, что именно не расстраивайтесь, будьте веселыми, поэтому кушайте вкусно. В общем, идея, что плакать и поститься в эти дни не следует. В Рошашану. И, соответственно, в субботу после Рошашана тоже. Ам-нам, ло йохлу коль савам. Но даже Шуканава, при том, что он говорит, что поститься нельзя, и что нужно быть веселым, он имеет в виду, что нужно немножко все-таки быть более строгим. Это все-таки Йом-один. Поэтому, говорит, пусть они не наедаются слишком, так сказать, всевозможные явства, как у обычных Йомтов. И также, говорит, ныман ло йекалу Рошашан, чтобы не было, это не привело к легкомыслию. Тем более, что само веселье не должно быть легкомыслим. Что веселье здесь не в том смысле, что «Моадим ли Симха?» Такой тип веселья. Имеется в виду, что веселье в смысле, что хороший человек, добрый, с веселым сердцем, что ли. То есть не имеется в виду, что он смеется весь день в Рошашашану, рассказывает все смешные истории, анекдоты и так далее. То, что, в принципе, в обычных Йомтовах тоже, может быть, не всегда так уж хорошо. Но развеселить людей и поднять настроение в Йомтовах это митсва. И есть, наверное, типы анекдотов, которые приличные, никого не обижают, ни против каких-то национальностей, ни против каких-то конкретных людей, не подшучивают, ни сатира, а просто такой юмор безболезненный. Это, в принципе, в Йомтовах было бы можно. И, может быть, даже какая-то митсва в этом есть, радоваться в Йомтовах в субботу. А вот Рошашана как бы не стоит заниматься такими вещами. Это все-таки Йом один, при всем при том, что... Как бы, понимаете, два аспекта. Рошашана получается два аспекта. Один аспект – это Йомтов и радостный день. С другой стороны, это не день веселья, в смысле обычного Йомтова. Это все-таки день суда. Ведь и е и рад ха шем аль пне гем. Пусть у них будет, значит, богобоязненность на их лице дословно. Есть, что есть места, у которых есть такая кабала, он это называет, такая традиция, что ли, они получили миссору, видимо, на базе каких-то маосим, как что-то, что произошло, что если человек привык таки поститься, если он один из тех, кто постится в Рошашану, и потом вдруг перестал поститься, то он не закончит этот год Хасишану, что умрет в этом году. Но Рома говорит, что типа, кто-то не волнуется, не беспокоится о таких вещах, несуеверной особенно. Он не обязан продолжать этот обычай. Мы уже скажем, что этот обычай плохой для нас. Считается, что мы знаем Халаху, что нужно есть в Рошашану и не поститься. Рад старик Хатара Кемошанеда. Но здесь все равно нужно снять клятву, потому что раз он привык поститься, по тем мнениям, по которым не смеется его поститься в Рошашану, то теперь, чтобы перестать поститься, ему нужно, соответственно, снимать, делать Хатарат Натарин. Что он жалеет, что он взял на себя пост в Рошашану, может быть, то, что он не знал, что есть большинство постки, но мнение Шухонарова, что нельзя поститься в Рошашану. Еще по каким-то причинам, потому что теперь он больше не хочет поститься в Рошашабестов. В общем, нужно снять пост, аннулировать пост, как обычно, аннулировать недр, как обычно, когда человек взял на себя какую-то митцву, либо каким-то мнением взял митцву, и теперь не хочет делать эту Хумру. Третий закон. Это немножко странно, что Пашухонарх так постановляет, но его псаг основан на каком-то решении, это тоже, знаете, связано с этими какими-то традициями, это, он приводит здесь в Берагола, это Агахат Маймуниды, Агуры, Бешамагу, это какие-то ашкинадские решения, мне самые известные, что если человек постился из-за плохого сна, да, это и в субботу можно. Опять же, еще пример, когда мы говорим, что даже в субботу можно поститься, это когда у человека был плохой сон, и он боится, что будет плохой приговор. И считалось, что если поститься в тот же день, когда проснулся с утра до вечера поститься, то в этот день тогда аннулируется этот приговор. Поэтому люди, у которых плохой сон, они постились в день, когда проснулись, значит, после плохого сна. Так вот, если это Рошашана, соответственно, постились Рошашану. Так он говорит, что тогда нужно поститься оба дня Рошашаны, причем всю жизнь, колямав. Вим Гая бьем шине, а вот если это был во второй дне Рошашаны этот плохой сон, тогда это на колямав шине бельба. Тогда только второй день Рошашан нужно поститься, но тоже всю свою жизнь. это все значит получается, что вонарь здесь постановляет, странно, да, до этого он сказал что вообще нельзя поститься в Рошашану а теперь он постановляет такую большую хумру ладно, разрешен ему поститься в день когда у него был плохой сон, если ему это помогает, да, плацебо во всяком случае будет эффект, но чтобы всю жизнь заставить его поститься в Рошашану, это немножко странно вот И Рома говорит, вень царих на метафта, а нет ли это а не то, это он имеет ввиду следующее, что в субботу если человек постился, то ему нужно теперь еще один день поститься, чтобы как бы исправить грех в поста в субботу так хазать говорит, да, если человек плохой сон имел в субботу и постился в субботу, ну, теперь уже в воскресенье или в какой-то другой день еще раз поститься а вот в случае Рошашана это не так, почему? так Рошашана и так, некоторые считают, что это митцва не как в обычную субботу поэтому если он постился в Рошашану так ему есть на что положиться то он не обязан еще раз поститься теперь это уже Рошана да, мы не говорим он говорит, а не то, что в посты добавляют молитву а не то, и так далее это грустная молитва такая мольба и ее и в Йом-Кипур тоже, да, в Йом-Кипур мы всегда постимся, тем не менее, а не то, что это пост как бы не грустный он не пост из-за несчастья поэтому и в Рошашана, если постятся и в субботу, кстати, тоже, если постятся из-за сна, о ней, ну, не говорят окей пишет Дюрагра Рохлим, Шотим, Смехим Ирушамы, Перекамы, Рошашана да, источник, говорит, в Иерусалинском тамуде, что нужно есть, пить в Рошашану Вивива Рош, сок Рошашана да, Рош, один из тех полским, который спорил с этим Венхагом Галонием поститься в Рошашану и он пишет, что вот мы же видим в Иерусалинском тамуде, что поститься не нужно в Рошашану Иерусалин говорит про Кимбешана еще говорится, что, наоборот, это один из четырех времен года, когда люди много покупали еды наоборот, они делали большую довольно-таки трапезу тоже немножко звучит не как мнение Шуха Наруха, что нужно все-таки немножко уменьшить трапезу в Рошашана и не делать ее особо большой что Венхаг как раз был в старые времена, в времена Талмуда самые большие трапезы делали именно в Рошашану как это он доказывает? он говорит из Вагиморы Хулин, что есть такая идея там, что если продаешь животное и его детеныша разным людям, то нужно их предупредить да, ведь нельзя убивать животное и детеныша в один день откуда ты знаешь? я купил барана, а вы купили его и овцу, да, которая его родила вы зарезали я зарезал обычно мы об этом не беспокоимся но если это один из дней, когда обычно люди режут мясо, да, и когда делают большой пив тогда нужно предупреждать то есть если человек продает барана, он уже продал овцу или наоборот, уже продал барашка, а овцу еще не продал, сейчас продает он должен сказать покупателю, я уже сегодня продал второго из них и тогда покупатель не будет резать Рошашану там четыре всего времени года, когда боимся, что он зарежет, потому что это именно дни, когда много очень людей резало значит, мы видим, что у Рошашана был большой праздник для еды да алма обедают праким эйлу марбим с юда, да, значит, в эти дни, наоборот, большие трапезы делают векем катубе нехемия да, теперь он доказывает из нехемии, как я сказал уже что у нас, в нас случается источник ханахи тоже ахлу мишманим шатум миматкин шалхумат нот ли эйн нахонло да, говорит, кушайте, пейте, жирное, вкусное посылайте подарки тому, у кого нет ки кадоша йо младу ней ну, это сегодня святой день нашему нашему владыке Всевышнему вяльта ацву не расстраивайтесь ки хедват хашем радость Всевышнего и так далее алейхам кажется вот, у меня здесь написано нахемия алех нахемия хей эхет, извиняюсь, хет это восьмая глава нахемии, если я правильно помню вот, вообще из реин и хемии, согласно хазах, была одна книга но написанная разными авторами как и в другие книги, как книга Шмуэля, например, но христиане разделили ее на две вот, христиане и Шмуэля разделили на две первый Шмуэль, второй, но не совсем так же они не разделили со смертью Шмуэля а разделили со смертью Шауля о случаеезлей нахемия в точности, когда автор меняется вот, у нас здесь немало книг танаха, где начало книга один автор а продолжение другое и называю все отна книга, только для простоты что пытались всегда, чтобы меньше иметь маленьких манускриптов делать один большой, особенно если связанная тема. Я за Винэхэм, я был последний, значит, из людей с Волхакодаш, да, и они жили уже в начале второго храма. Дальше пишет Гра. Да, Винэмар, там же сказано еще, Шам, Хайом Кадошу ла Шам ла Кен, это Святой День Всевышнему нашему Богу, ла Кейхэм, вашему Богу, айти тавлу, не расстраивайтесь, не горюйте, вилут не делайте, трау, айти в ку, не плачьте и так далее. Отсюда, кстати, Гра учил, что нельзя в Рошана плакать. Просто Резай написал, что стоит плакать в Рошана и говорил, что душа человека не очень чистая, если он не плачет в Рошана. Но Гра считал, что специально плакать не нужно. И может быть Гра и не спорят с Резайом, я говорил, что один из Терутси, один из ответов, которые дают, что может быть и тот и другой согласны, что специально приводить слезы не следует. Потому что этот день, как говорит здесь, пророк веселый, но, во всяком случае, не грустный, что плакать нельзя. Но если слезы сами идут, то это нормально, и это, наоборот, показывает, что у человека душа чистая, и он, так сказать, шлема, исправленная душа, которая чувствует, так сказать, если что-то сделал не так, и у него навертываются слезы сами. То есть специально не нужно себя нагрущать, это не девятая ава, не семнадцатая тамуза, во всяком случае, но нужно, если слезы идут, не нужно их прекращать, и это нормально. Так, видимо, можно ответить, что Резай Гра не спорит, возможно. И дальше. Это святой день, мы учим в Сифрате, мы учим в Сифрате, это халактический медвеж, третьей книге Мошеп, в Икра. Сделай его святым этот день, любой праздник, едой, питьем, чистой одеждой, в этом любой праздник, в том числе Рошешана, относится эта идея. Так сказано в том, что в шестнадцатом перике Шаббат что это написано, святой для Всевышнего и уважаемый, за Йом-Кипур, что это только про Йом-Кипур, сказано, что там нет ни еды, ни питья, поэтому остается только одежду хорошую носить. Но у Рошешана так не говорится. И также вот в псалме, которую мы произносим каждый четверг, упоминается Рошешана Беремес, подсказка, и там говорится, то есть называется Хаг. В Хумуше он не называется Хаг Рошешана, или там Хаг Азикарон, но тем не менее, да, Хаг в Хумуше называется только Мацот, Сукот и Швот, но тем не менее, Рошешана считается Хаг, поэтому это праздничный день. Другим посылайте еду, если у них нету, чтобы все не постились. Простой смысл в том, что многие люди думают, что нужно постигся в Рошешану, когда они пришли из изгнания, и Нехемия был лидером поколения, он людей многому чему учил, что они не знали, они уже про Сукот забыли, другие заповеди никак следует делали, но в некоторых заповедях изгнания не относились полностью, или не так, как они привыкли. Сукот особенно, там же многое связано с тем, как именно строить суки, и детали, может быть, не было всех растений, которые нужны для четырех растений. В общем, как бы там ни было, Нехемия всему, так сказать, их учил заново. И в том числе, он, видимо, многих из них нашел, что они как раз собирались поститься, как во время Гаони многие делали. И поэтому он сказал, пошлите подарки, еду какую-то тем, кто собирался поститься, что поститься нельзя, и что те, кто собирались поститься, так они не приготовили никакой еды, у них ничего нету, то пошлите. Так говорит Вильянский Гаон, шат простой смысл этих стихов. Что-то, что-то собирались поститься, им пошло давка подарки, чтобы было что есть. Как, например, в Пури мы послали тоже Манот и Шли Рейху, чтобы люди, у которых нечего есть, могли в Пури тоже насладиться с Юдой. Ведь это минимальный, да, вернее, не Манот, а вот то, что Манот и Шли Рейху, извиняюсь. Манот и Шли Рейху, это для того, чтобы увеличить дружбу. А вот Манот и Шли Рейху, дают веду, минимальное количество Манот и Шли Рейху, считается, чтобы он смог поесть трапезу Пурима, да, поэтому, по многим мнениям так считается. Поэтому идея, как бы, чтобы у всех было, что есть в Пурим. Так же и здесь, да, что им всем послали, кого не было, кто готовился к посту, послали им подарки. Это где-то про то, что бывают случаи, когда в какие-то бедствия в субботу они трубили, но не постились. И они проявят как пример, что так же мы находим в Рошешану каждый год, что трубят и не постятся. Что трубление Шафара это более шайф, чем пост. То есть, когда бедствие в буднице, они и трубили Шафар, и постились во многие случаи бедствия. А вот когда бедствие в субботу, то тогда они только трубили Шафар и, к примеру, вот здесь Рошешана. В следующем случае мы видим из Рошешаны тоже, что не постятся в Рошешану. Мникра Моэд, так же Рошешана называется Моэд, как праздник тоже. До этого он доказал, что Рошешан называется Хаг в Псалме. Теперь он говорит, что Моэд тоже называется. Арахим Юд, у меня написано, да? В общем, в Геморье Арахим, Сота Мэмалов, и в Соте 41-я страница. И Рошешан, и Рошешана, и Ана Марлель. Так же говорит, Верушаны в первом переке Рошешаны. В Янбе Морде Хаверош. В общем, можно доказать, как говорится, Бьян Дриден Аблдаус, как говорят по-английски, можно доказать без резонных сомнений, может быть, вне всяких сомнений, что, во всяком случае, из Талмудов из обоих, и даже из Псуков, Танаха, что Рошешана это не день поста. Но это не значит, что Гаоним ничего этого не знали, да? Гаоним не Балихас Верушаны, настолько необразованный, чтобы не знать все, что написано в Талмуде и в обоих Талмудах, и в Рошаме, они не очень изучали бавилонские Гаоним, но в таком случае бавилонские Талмуды, тем более стихи Торы, они, конечно, знали очень хорошо. Просто, видимо, это был более поздний. Менгаги, может быть, такие Менгаги время от времени появляются у еврейского народа тоже, что это не было Мейкарадин. Нельзя сказать, что по букве закона стоит поститься в Рошешану. Наверняка, Гаоним имели в виду, что это как хумра своего рода, что людям, так сказать, не до еды в такой день. Но сегодня уже этот обычай Бару Хашам полностью был мивател, полностью он оставлен был. Я не знаю ни одного человека, который постится в Рошешану. Я знаю ни одного человека, которые очень много постятся в течение года. У меня есть знакомый, который почти каждый день постится. Больше полугода, больше час дней, когда можно вообще поститься, он постится. Но в Рошешану никому не приходит кого поститься в Рошешану. Единственное, что приводит пост к ним, что то, что мы в субботу стараемся есть до полудня давка, а в Рошешану можно быть немножко мягким в этом, что в Рошешану, если молитвы длинные и приходит человек только после полудня есть, это не так страшно. Что-то как бы полдня поста из-за того, что молитвами занят человек, это не такая же большая вещь. На самом деле, зимой часто и в обычную субботу так пост начинают молитву, что если человек утром не попил ничего, там кофе до молитвы, то получается, что он постится в полдня бывает, что приходит домой уже после 12, и получается, что постились в полдня. Поэтому полагается на мнение, что если человек занят был молитвой, то это не страшно, что он 6 часов не ел. В всяком случае, в Рошешану с этим мягкий, тем более, что молитва длинная. Правда, и начинают раньше, в Рошешану, чем в субботу обычно. Окей, третий закон, ами та нет, то кто постится, вим гая, айн коль зот битрум от адешен. Вот это все источник на эту странную совершенно галаху, которую он написал, что тот, кто постился один раз, из-за того, что у него плохой сон был, теперь всю жизнь пусть постится, это еще и оба дня. Это все, говорит, смотри, струм от адешен, потому что это источник, конечно, такое не может быть из Хазаль. Еши Брин де Митсва, это последнее, что он цитирует, что есть мнение, что Митсва, значит, постится, а посему тот, кто постится, ему не нужно еще раз поститься за то, что он постился в Рошана. Это он говорит, айн рошан. Это, смотри, Рош приводит такую логику, что раз есть мнение, что Митсва постится в Рошану, то хотя бы тот, кто постился, его не заставляем еще раз поститься. для Митахта Амитлета, а не то, как накроется. Еще один пост сидеть из-за того поста, который он принял. Который он выполнил в Рошешану. Теперь пройдем Безрато Шем Магра в Рам. Катава Бах, Шамаршаль, Луахаль Дагим, Рошешан. Говорится, Бах пригодит имени Мааршаль, я вам рассказывал, это был примерно ровесник Рама, чуть старше в том же поколении, что Рама. Другой великий решкенадский мудрец, самый важный в этом поколении, кроме Рама, был Мааршаль. Его очень изучают в Ешивах, у него есть книга Ям Шишлома, вопросы-ответы, и пометки к Геморре, еще разные книги, и пометки к разным решениям. Так вот этот Мааршаль, он, его очень много цитирует Ахроник, потому что он большое влияние наказал на Галаху, они переписывали с Рама не раз тоже. И Мааршаль, где-то, не ел рыбу в Рошешану, потому что он очень любил шаю Хавивимала, он очень любил рыбу, потому что он давка... То есть он считал, видимо, что в Рошешану не стоит есть особо любимую пищу, что нужно сделать. Как Йомтов, но не нужно особенно, так сказать, именно то, что он особенно любит, чтобы не слишком наслаждаться и не идти за наслаждениями физическими. Такого типа логика приведет к тому, что нужно тогда сказать, чтобы человек не был женой тоже в Рошешану, кроме как, если она вмиг уйдет в эту ночь. Но на практике у нас сегодня так не постановляют. Кису Шуханаров такую идею приводит, но поским пишут в наше время, что это все не шарихы. У нас есть только два дня, кроме как, когда она не да, все остальное, есть только два дня, когда нельзя быть женой, это Руём Кипур и 9-й Ава. Все остальное невозможно запрещать людям быть в Рошешану женой, наоборот. Часто, если человек поел вкусно, у него времени много, и он как бы наслаждается удобством, как обычно, то больший шанс, что если ему не дать быть женой, то будут плохие эффекты от этого. Просто люди не хотят быть нечистыми в Рошешану, когда молятся, да, многие ходят в Микву перед Рошешаной, а посему, если был с женой ночью, то стоит сходить в Микву утром, только осторожно быть, чтобы не выжать волосы. Я уже рассказывал в других местах эту идею. Поэтому Мааршай хотел поменьше что-то, чтобы ему особенно приносить удовольствие делать, поэтому он не ел рыбу. Брошешану не называет особо такие важные одежды, да, какой-нибудь там особо красивые какие-то халаты, которые они там могли носить. Я не знаю, что точно они носили во время Мааршаля. Красивые какие-то очень декиши или что. Это обычную белую одежду пусть носит. Раклы ваним. На практике белую носят в Рошешану только некоторые. Сегодня большинство Ашкинази носят в Рошешану обычную одежду, как, ну, пиджак или что там, темные, а белые носят только в Йом-Кипур. Но есть те, кто носит китовую и белую одежду в Рошешану тоже. И это вроде имеет смысл. Вообще даже в субботу порезали, у них следует черные, на себя следует белые. Но это мало кто делает. Не рали б мако в шейну агимны в Божзавани, но и башка шуин колька. Говорит, там, где не принято носить белую одежду, в любом случае пусть не носит особо важную одежду. У бе кольм, у бе мак, бе хакагод мэму нит, что ли, или, кажется, он следует, какого-то еще мудреца. Бе перек, кота бе паш, бе паш, бе паш, бе паш, не цавин, то что ли, комментатор Торы какого-то, он следует, мем гимн, мем юд юд, у меня так написано, может быть, тоже переписчика ошибка. А, я знаю, что он говорит, это знаете кто? Это Магид Ешарим, Мишарим, извиняюсь, Магид Мишарим. Это был, считал, что книга написана от имени ангела Бет-Йосефа. Есть такая книга, которая считается, это может быть псевдографическая работа, может, это не Бет-Йосеф вообще писал, но считается, что я написал автор Шуханаруха Бет-Йосефа, что ему открывался ангел, он записал то, что ангел ему рассказывал. Там много странных вещей, и в том числе вот такая вот странная вещь, говорит, что ему сказал, он бе пашет не цавин, не есть мясо и не пить вино в Рашишан. Ну, что можно тут сказать? Ясно, что это не Аллаха, и даже не знаю, почему такой совет приводит, потому что никто это не делает, наоборот, выдавка, еди мясо и пьем вино, вино, конечно, нужно для кидуша, но, может, имел в виду, что кроме кидуша не пить вино больше. Дальше Магинам Рам Алэф, Гешмико Мод, что есть места, где люди постятся в Рашишан, и они, соответственно, из года в год постятся, и не могут прекратить, по мнению, Бет-Йосефа, что верить, что это опасно. Так вот, пишет Магинам Рам, что если он постится, уже это считает, что он весь день посвятил Всевышнему. В смысле, он хочет сказать, похоже, есть диспут такой в Талмуде, что в Йомтов нужно либо весь день для Всевышнего, либо весь день для себя, для удовольствия. Это мнение Рабелеза. А Бешёк говорит, что половина для Всевышнего, половина для удовольствия. Похоже, он хочет сказать, что если по Рабелезеру человек уже все равно постится, так что удовольствие он не получает, пусть тогда весь день посвятит Всевышнему. Но мы так не постановляем. Мы не обязаны ему весь день посвятить Всевышнему, или потому что тем, что он постится, уже считает, что он весь день посвятил Всевышнему. В общем, в целый день заниматься Тори ему не обязательно. Мне, как мнение Магарива, тут приводят комментаторы к Магинам Раму, что в самом деле он должен, если поститься, весь день заниматься Тори. Вио, да, там, да, мутролитонот, таанит хану, он говорит, причина, почему можно поститься вообще пост, который из-за плохого сна. Да, таанит онек хуло, это ему приятно. Им кен мекрилахэн, тогда это и называется, как будто ты получаешь удовольствие тем, что постишься в Рошашану тоже, что ты постишься ради удовольствия духовного, что ты приближаешься к Всевышнему. И это считается для себя. Это все, говорит, отказ лишон Даркимошэ, это написал Даркимошэ, то есть Рэмак в комментариях к Туру. Визэта амашэйни, лошаэхбэмитанэбэрошанэшэломих матхалон, говорит, что Рэмакинамар, что ты не относишься, если поститься в Рошашану не из-за плохого сна. Лахэн тавли ахмир, поэтому лучше быть строгим, в смысле заниматься Тори целый день. Аймашны мар, тавкуф хавзайн, да, другой главу, он цитирует конец законов Йомтава. Софсимэн кав. То есть, что нельзя готовить в Йомтав человеку, который постится, причина, почему он может готовить Йомтав, чтобы можно было есть. Но если сам человек постится, он не может и для других готовить. И говорит на этом магин Авраам, что это не как мнение Лавуша, что он считает, что причина, которую мы обсуждали до этого, насчет полного поста в Рошашана, требует ли это тогда и полного занятия Торой, да, полной отдачи, чтобы весь день заниматься Торой, что если действительно в этом причина, то тогда поэтому нельзя готовить для другого, потому что человек занят весь день Торой. Но если человек не занят весь день Торой, тогда можно было бы, казалось бы, постящемуся готовить для других. Например, женщина, которая не занимается торой целый день, пусть готовит для мужа, или там служанка, да, кухарка. Так вот он говорит, что лагуш так понял действительно, что для... Поэтому лагуш считает, что можно кухарки, по некоторым мнениям, готовить для ее семьи, которая ее наняла, потому что раз она торой все равно не занимается целый день, то она может готовить, когда сама не ест. И Маген Мраун с этим спорит. Делита говорит, неправда это, неправильно понял лагуш. Вело Аэмби Маари, что он не разбирался с тем, что написал сам Магарив, откуда источник этого, вылышен Гагагод Маймонид от Атеи. Ему запутало то, что написано в Гагагод Маймонид Аньшам, что там упоминается женщина, не имеется в виду давка женщина. Гагагод Маймонид это комментарий к Амбаму. Видимо, как-то по мнению Маген Абрама лагуш неправильно понял Магарива, потому что ошибся из того, что он увидел в комментариях в Гагагод Маймонид. Второе. Бет. Эйн царих лейтанод это значит человек, который не боится, говорит Рома, да, не суеверный, он может не поститься, хотя один раз постился в Рошашану. И говорит, что пишет Магарау, что кен асамаса амарам лунзани, что также другой мудрец так сделал, как-то раби Минахан, лунзани его звали. В общем, он тоже действительно перестал поститься в Рошашану, не боялся. Айн шам, бисефер ште-ядо, да, есть, в общем, книга какая-то, ште-ядо, где-то написано. Гим, вы гамитане. Это на слова шуха-наруха, что кто постится хоть раз, даже та нет холом, должен теперь всю жизнь поститься. И Маген Абрам на это пишет, что написано в вопросах ответа Магарама, это Раби Мейер Мироттенберг, да, учитель Роша, что когда Магарам постился, он все равно сделал утренний кидыш. Почему? Потому что он считал, кидыш раба, как лефишу удара, он считал, что кидыш раба, то есть утренний кидыш, он из торы, а, соответственно, пост отдвигается из-за этого. Вот так он считал, немножко странный псак. Но Маген Абрам в любом случае с ним спорит. Говорит, айн симон рейш пейтет, смотри в 289 главе, данан каймалан, что мы считаем, что хуми драбанан, что кидыш утренний, он только драбонан. Вяйн маштамар симон рейш, айн алэф, у миколь макомни рариды Белайла, в любом случае он говорит, что ночью уж точно поститься нельзя в Роша-шану, даже по мнению Гаоним, что мисло поститься днем. Говорит, что Белайла шэроша-шану асур лейтанот. Нельзя поститься ночью, кемо бешар ёмтов, как любой ёмтов. Кемо шнэмар симон тав куфхав тэт, айн шам, даби халом лохэрау эле бьём лохбелайла. Да, даже халом, да, танит халом только днем постятся. Четвёртый, магинаврам таанит халом, в имгу сафек, если Гетмун не уверен, плохой ли это был сон, имгу ми халомот, ашумитамим бешабат, если это единство тех снов, за которые нужно поститься в субботу, бешабат эль лейтанот, тогда в субботу и в ёмтам не стоит поститься. То есть единственные посты, которые разрешили поститься в субботу или в ёмтах, и в Роша-шану тоже, это только посты, которые человек точно знает, что это плохой сон. Но эти сны кажутся плохими, на самом деле они хорошие, и можно их интерпретировать в хорошую сторону, как Геморак, кстати, делает в трактате Брахот. Пятый, магинаврам, коль я ма, всю жизнь. Опять же, это по мнению Бет-Йосефа, что люди, которые один раз постились в Роша-шану, неважно, из-за плохой у сна, или из-за чего-то, должны всю жизнь поститься. У Мишена Ереф, пишет магинаврам, тот, кто не боится, не суеверный, эйн-царик, кедалаэль, как написал Рома уже до этого во второй параграфе, что тот, кто не боится, может не поститься. Кен Машман, Менгагим и Агур. Так написано, Менгагим и Агур. Вав, энцарик лимита, вафилу, хазбе, шабат. Да, то, что мы говорим, что не нужно поститься еще один пост, хотя он один пост пропастился в Роша-шану, это даже, если Роша-шану падает на субботу. Мы не говорим, что теперь, раз он в Роша-шану постился, пусть постится еще один пост. Зайн, де митсва ли танот. Да, это почему? Потому что некоторые считают, что все равно митсва постится в Роша-шану. Поэтому тот, кто постился, во всяком случае, ему не нужно еще один пост сидеть. Царик ламад, бессилекимошмарейш симмон, тав ютхет, бешем рив, де гаидна, де батла мегиотанит, энгисур лейтанод, де Роша-шану. Говорит, что, может быть, они считают, как мнение, что в нашей реме мегиотанит была такая книга, в которой написаны в дни, когда нельзя поститься. В наше время эти законы не относятся. И, соответственно, то есть Роша-шану, это же Роша-шану, это же Роша-шану, и Роша-шану нельзя поститься. Он хочет сказать, что батла мегиотанит в этом отношении тоже. В всяком случае, тот, кто постился в Роша-шану, так как есть мнение, что это митсва, то не нужно еще один пост держать. Альбе Роша-шану, Симмон, даф ютэ, даф гемори Роша-шану, девятнадцатая страница обсуждается, батла мегиотанит или нет. Относит ли нам запреты определенные дни, в которые когда-то что-то произошло хорошее, не поститься в них. Мы представляем, что можно сегодня не поститься в эти дни. То есть можно поститься наоборот, что нет больше запрятов на гемотаре, только хану Кейпурим остались. Уви Бах, Кан Вишан, смотри, что Бах написал там, в смысле законов Роша-шану, в законах Роша-шану, 418 глава, и здесь. И, наконец, последним Агенамрам, хайат биема Кейпурим, что мы сказали, что он не говорит ни в Йон Кейпур, и также в Роша-шану, если поститься, не говорит о Нейну. Молитва о Нейну не очень шайф в эти дни. Магенамам приводит причину, которая мне не очень понятна. Он здесь пишет так. Митны шемьи мея-дин, что это просто дни суда. Видимо, он хочет сказать, что это не считается днями нашего поста и наших мучений. Это дни суда, но это не то же самое, как посты, которые, скажем, по трауру, разрушение храма, или посты, когда люди постились, когда не было дождя. А это не то же самое. Келомар, он хочет объяснить, вень шайф ломар Таанитейна. Невозможно сказать, что это наш пост. Может быть, имеется в виду, связанное это с тем, что Таанитейна наш пост, а Йом-ки-пур это не наш, а Всевышнего пост. Но тогда не очень понятно, причем здесь Роша-шана. В Роша-шана тоже, если люди постились, это наш пост. Всевышний не искал поститься в Роша-шану. На самом деле, здесь один из комментаторов, Яды Фрая, немножко это обсуждает. В общем, запутанная тема, и так как никакого отношения пишет Маграмам, Катава Кольбо, написал Кольбо, это решен. Миша, Една, Ли, Таанод Бероша-шана, тот, кто сделал условие, что будет Роша-шана поститься, Энтерих Ли, Таанод Ли, Лам, нельзя ему всю жизнь поститься. Аткан решено. У Микольма Комни, Рали, Де, Цари Хатара, но, говорит, все равно нужно ему снять клятву, как мы уже обсуждали это все. Кемо бешан не дарим. Велод доме, Лино Дерби, Шаббата, Йомтов, говорит, это не похоже, как если человек взял на себя посты в субботу или в Йомтов, что они не ложатся, да, при определенных обстоятельствах, если человек принимает себя поститься, например, в Рош-Ходыш, или в субботу, или в Йомтов, то это вообще не принятие, это не срабатывает. Знаете, человек сказал, я завтра буду поститься, а потом выяснил, что завтра Рош-Ходыш, он не обязан поститься вообще. А в Рош-Шану, так как есть митцва, по некоторым мнениям, то поэтому ложится пост, если он его принял, это все написал Бет Йосеф, в Минерале, и Гейтар Магинаврам, мне кажется, что он принял это именно языком, я принимаю на себя пост, как обычно принимают, я завтра буду перед тобой поститься или что-нибудь в этом роде, в Минху, в предыдущего дня обычно принимаются, пост. Айн Симон Тавкуф Айн, смотри, что написано в законах постов, в 570 главе, векольше кенше нишба, тем более, если он поклялся, в смысле, если он поклялся поститься в субботу, то клятва не ложится, а вот если он поклялся поститься в Рош-Шану, то клятва ложится. И на этом заканчивается наш урок. Ли рифо шлема, лислаха бюху лениш, рейса ботсоня, лихо лисраи.